МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда по будням в 20 часов в эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа объектив. В студии Наталья Ребричева. Здравствуйте. Я и мои коллеги, журналисты новоуральской вещательной кампании. Расскажем о главных событиях сегодняшнего дня в этом выпуске. В разы увеличилось количество клиентов на шиномонтажных станциях города. На Урал пришел снежный циклон. Определена дата проведения выставки и на Новоуральск 2016 предприниматели уже могут начинать подготовку для участия в форуме предпринимательства к следующей осени. Атомный дайвинг или погружение длиною в 70 лет. В Новоуральске подведены итоги первого проекта от госкорпорации «Росатом». Дань памяти и уважения людям почтенного возраста в Доме культуры УХК чествовали ветеранов комбината. Теперь об этих и других темах подробнее. На Урал пришел снежный циклон. Несколько дней в снегу улицы, проезды и даже деревья. Если для одних это красота зимнего пейзажа, то для других сложные погодные условия. Так называемый день жестянщика начался. Еще вчера шел дождь со снегом, а сегодня в городе гололед. Многие автолюбители кинулись срочно менять летнюю резину на зимнюю. Настоящий ажиотаж на шиномонтажных станциях своими глазами увидела Ольга Войнова. Снег на Урал, как обычно, пришел неожиданно. Как для коммунальных служб, так и для водителей. В первый же день зимы, в первой половине октября, автолюбители атаковали шиномонтажные сервисы. На сегодняшний день во всех проверенных нами шиномонтажах ближайшая запись лишь на воскресенье-понедельник. Очереди на шиномонтажках постепенно уменьшаются, однако рабочих рук до сих пор не хватает. Осенью водители откладывают смену колес до первого снега, перегут шины. Однако весной многие катаются на зимней резине до конца мая. При этом ситуация повторяется каждый год. Многие сервисы перешли на круглосуточный режим работы. Последние дни мне пришлось стать шиномонтажником, потому что работы очень много, работаем до 12 часов ночи. Пока вот на это время как бы все шиномонтажниками стали резко. И я, правда, еще не поменял даже. Езжу на лете, потому что некогда еще заехать даже. Работаем для клиентов. Какими услугами я пользуюсь обычно? Я приехал, как бы дорого вроде. Ну ладно, не поеду. Сейчас уже деваться некуда, приезжаю. Ну все, я готов. В воскресенье только приезжайте. Я говорю, ну это уже поздно. Поехал парням сюда попроще. Ну все, записался, на завтра приехал. Сейчас занимаются люди. То есть такая. Попроще там-то как бы условия, вай-фай, теплый бокс, телевизор, плазма. Здесь вот на улице, сами видите. Ну, как бы это в моих интересах, поэтому будем ждать, что делать. Ольга Воинова, Дмитрий Дедюхинов, Уральская вещательная компания. В предстоящие выходные дни пройдут обильные снегопады. Нестабильная температура воздуха ночью минус, а днем плюс приводит к гололеду на дорогах. ГИБДД города Новоуральска еще раз напоминает пешеходам и водителям быть предельно внимательными на дорогах. Вовремя менять автомобильную резину и соблюдать скоростной режим. Действительно, погодные условия оставляют желать лучшего. Три дня у нас идет снег. К сожалению, многие водители, как обычно, оказались не готовы к данному явлению погоды. Поэтому хотелось бы всем порекомендовать все-таки поменять резину, поставить на автомобиле соответствующую сезону, то есть зимнюю. При движении необходимо соблюдать необходимый скоростной режим для того, чтобы вы постоянно контролировать ситуацию на дороге. Это позволит вам избежать различных неприятностей, связанных с наездами или столкновениями с другими транспортными средствами. Также хотелось бы отметить, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость своего движения для того, чтобы при возникновении опасности движения вы смогли остановить свой автомобиль и не совершить наезды на пешеходов, которые переходят в проезжую часть по пешеходным переходам. При первых каплях дождя или хлопьях с неба даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, что сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Свердловская область приступила к реализации новой программы «Жилье для российской семьи». Это часть Всероссийского национального проекта «Доступное и комфортное жилье». Основные цели программы – поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение объемов ввода жилья эконом-класса, а также повышение доступности жилья за счет снижения стоимости одного квадратного метра. Тему продолжит Антон Сапогов. По условиям программы цена жилья эконом-класса не должна превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения, среднерыночная стоимость квадратного метра нового жилья в нашем регионе – 42 тысячи рублей. То есть приобретать жилье по новой программе выгодно. Уже определены 10 городов Свердловской области, в которых начинается строительство. Наш город в их число не входит. Поэтому тем нашим семьям, которые решат приобрести квартиру в новом доме, придется переехать в другой город. В городах Свердловской области строятся многоквартирные дома. Жилье в них с фиксированной ценой за один квадратный метр не более 35 тысяч рублей. И, например, житель города Новоуральска имеет право, обратившись в администрацию города, где ведется строительство таких домов, он имеет право приобрести квартиру в новом доме. Программа возведения новых домов хорошо защищена государством. Работа каждой строительной фирмы контролируется Министерством строительства Свердловской области и местными властями. Поэтому никаких обманутых дольщиков быть не должно. Для покупателей жилья предусмотрены и другие льготы. Особенности приобретения этого жилья – это возможность воспользоваться льготным ипотечным кредитованием. То есть СЖК – это Свердловское агентство ипотечного жилищного аккредитования на льготных условиях работает с участниками программы. Программа «Жилье для российской семьи» рассчитана на ближайшие два года. Участвовать в ней могут граждане, относящиеся к одной из льготных категорий, которых предусмотрены десятки. Получить подробную информацию об этой программе и условиях участия в ней можно по телефону для справок 70953. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. 8,5 баллов из 10 возможных. Город подвел итоги первого инвестиционного форума и на Новоуральск 2015. В таком формате выставка достижений предпринимательства проходила в Новоуральске впервые. И несмотря на некоторые нюансы, и гости выставки, и ее организаторы отмечают высокий уровень подготовки и проведения всех мероприятий. Немаловажным моментом стало и то, что уже определена дата проведения форума в следующем году. Подробности у Альбины Бабковой. 68 участников выставки, в том числе 6 иногородних. 2 меморандума о сотрудничестве. 18 мероприятий деловой программы. 9 мастер-классов для детей. 31 ценный приз по итогам конкурса «Предприниматель года». 5,5 тысяч человек, посетивших выставку. Это Инна Новоуральск 2015 в цифрах. Очень многие отмечают, что запомнилась церемония открытия. Особенно иногородние участники, которые не ожидают, что можно так выставку открывать красочно, ярко. Отдельно писали про выступление барабанщиц. Это вот замечательного коллектива с детьми. Поэтому открытие выставки получилось ярким. Запомнилось закрытие выставки в виде поедания гигантского торта. Вот, и когда каждый ребенок, кто на закрытие попал, не ушел без вот этого кусочка сладкого угощения. Ну и также вот наши участники, в частности представители биомедицинского кластера, отмечают, что форум, проходящий вместе с выставкой, в этом году вывел Новоуральск на новый уровень. Я думаю, с этим действительно надо согласиться, потому что для нас это такой новый шаг. Не обошлось без небольших минусов, среди которых главный, как отмечают участники специально проведенного опроса, не сложившийся диалог бизнеса и власти. И это повод работать дальше, сделать акцент на этой проблеме в следующем году. «Отмечают, когда мы идем на площадку КСК, мы всегда понимаем, что это лед. Мы стоим на льду, хоть и на счетовых панелях, и поэтому некоторые участники жалуются, что было холодно. Особенно холодно было в первый день до обеда. Проблемы есть с акустикой на ледовой арене, потому что тот звук, который выставляется на ледовой арене, он, с одной стороны, недостаточный по качеству. Например, люди на сцене, они друг друга плохо слышат, когда говорят в микрофон. И по залу это расходится тоже все недостаточно, так скажем, хорошо». Благодарственными письмами главы округа Владимира Машкова были награждены те, кто принял активное участие в организации проведения мероприятий форума, в том числе и новоурайская вещательная компания. Онлайн-трансляцию в дни форума посмотрело почти 800 человек. Журналисты новоурайской вещательной компании взяли 100 интервью, операторы с шести видеокамер сняли 2 терабайта материалов. В социальных сетях аудитория, посмотревшая репортажи с выставки, составила почти 7 тысяч человек. Новоурайская вещательная компания. Во-первых, сами такие были счастливые, видели, да, они сидели такие крутые, все там аппаратуры, так сказать, как, наверное, пробнили, ну и профессиональные. И в том числе прямая трансляция тоже очень здоровая. Впервые за 15-летнюю историю выставки заранее определена дата проведения мероприятия в следующем году. Инна Новоурайск-2016 будет проходить 23, 24 и 25 сентября. Теперь у всех предпринимателей есть возможность спланировать участие в форуме, заявиться на различные программы софинансирования, заложить в бюджет предприятия выставочную деятельность. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоурайская вещательная компания. И к другим темам выпуска. Дань уважения тем, кто отдал силы, знания и годы работы на благо Уральского электрохимического комбината. В Доме культуры УХК чествовали ветеранов комбината. На встречи побывал Евгений Гурин. В рамках празднования 70-летия атомной отрасли России и Дня пожилого человека в Доме культуры Уральского электрохимического комбината проходят встречи руководителей города и комбината с нашими прославленными ветеранами. День пожилого человека – это большой праздник для многих жителей нашего города. У нас около 30 тысяч ветеранов проживают, которые достигли вот такого возраста. Это праздник, который отмечают и работники Уральского электрохимического комбината, предприятий бывших ветеранов атомного кластера. Это работники муниципальных предприятий и учреждений. Хочется пожелать им здоровья, бодрости, энергии, чтобы как можно дольше были с нами и вместе мы жили и развивали наш город. Конечно, я еще хочу сказать большое спасибо и городским организациям. Почему? Потому что у них тоже праздник для ветеранов, но они вместе сделали наш город, наш комбинат. Детские дошкольные образования, детишки ходили в садики, учились в наших школах, музыкальные школы, спортивные сооружения. Создавалась аура в целом по городу, чтобы сильно люди работали с душой и не беспокоились о том, что в тылу у них какие-то проблемы. Поэтому всем здоровья, счастья, благополучия. Еще раз спасибо за то, что вы сделали для нашего комбината и для города. Поэтому с праздником, дорогие наши ветераны. Много теплых и приятных слов звучит со сцены Дома культуры в адрес ветеранов. И что самое приятное, все они правдивы и искренни. Живите долго, живите с настроением, живите радостно. И пойте, сочиняйте стихи, пишите картины, живите в свое удовольствие. Коллективы Дома культуры и организация неработающих пенсионеров показали номера художественной самодеятельности, после чего все гости прошли по кабинетам, где уже были накрыты праздничные столы. И они могли в спокойной и семейной обстановке вспомнить о своих трудовых буднях в кругу своих друзей. Седьмой день выступаем. Каждый день, седьмой день, еще до 9 числа будем выступать. А мы выступаем от компа, профсоюзной организации неработающих пенсионеров УФК. Всех поздравляю с праздником, днем пожилого человека. Но мы не называем пожилого человека. Мы говорим людям элегантного возраста. А еще есть такое, что люди мудрого возраста, например. Мудрого возраста, тоже так же говорят. Меня привело сюда большое желание встретиться со своими, так сказать, бывшими работниками, с которыми пришлось пройти большой трудовой путь. Часто такие встречи происходят? Как часто удается с друзьями встречаться? Очень редко, должен вам сказать. Но каждый год это обязательно. Желаю прежде всего хорошего здоровья. Ну и не терять бодрость духа. Как отметили сами ветераны, им очень приятно, что руководство города и комбината не забывают о них. И каждый год устраивает для них такие праздничные и незабываемые встречи. Евгений Гурин, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В Новоуральске подведены итоги проекта «Атомный дайвинг». Погружение длиною в 70 лет. Это первый проект среди объявленных Общественным советом госкорпорации «Росатом», реализованных в нашем городе. Одним из приятных моментов по завершении проекта стал выпуск брошюры, в которой собраны все школьные исследовательские работы, участвовавшие в конкурсе. В завершение проекта «Атомный дайвинг» остались приятные моменты, как, например, выпуск брошюры, в которой собраны все школьные проекты, участвовавшие в конкурсе. Такая книга станет отличным пособием как для нынешних школьников и педагогов, так и для следующих поколений. Тех, кто восстановит Уральскую инженерную школу и станет продолжать славные традиции новоуральских атомщиков. Все работы, на мой взгляд, вот когда мы потом смотрели, они очень хорошие, достойные внимания, потому что вот в брошюре, которую мы напечатали, вы потом ее увидите, там собраны все эти работы, и они могут быть такой мини-энциклопедией по истории развития отрасли, в которой отражено не только развитие нашей отрасли, но и во многих работах, это было одно из требований, во многих работах очень подробно изложено то, как наши ветераны, наши люди, родители вот этих детей или их бабушки и дедушки участвовали в создании нашего производства. Определяющие значения в организации проекта «Атомный дайвинг» в Новоуральске сыграла молодежная организация Уральского электрохимического комбината. Хотелось бы, чтобы подобный проект был реализован в каждом городе, где присутствуют предприятия госкорпорации «Росатом». Потому что сами школьники, объединившись в группу, они поучаствовали в этом проекте, по разным темам наработали очень интересный материал, очень эффективно и правильно, и интересно его презентовали, и сегодня они смогут увидеть просто-напросто результат своего труда. Главный итог атомного дайвинга – то, что самим школьникам было интересно погрузиться в историю атомной отрасли, узнать много нового о людях, которые эту историю вершили, а, быть может, и выбрать свой дальнейший жизненный путь. Наш проект был о других видах энергии, то есть солнечной, ветровой, дополнительных как бы альтернативных источниках энергии. Я наконец-то познакомился с атомной отраслью, узнал, чем опасно, чем не опасно, узнал все тонкости, конечно, не все, но те, которым было позволено узнать, естественно. Этот проект был о ядерной физике. Наша тема была о реакторах на тепловых нейтронах. Это было достаточно интересно, в то же время очень сложно, но очень позвонивательно. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Новоуральская вещательная компания продолжает принимать заявки на творческий конкурс. Мы ищем народных ведущих для проведения новогоднего праздничного шоу. Мы приглашаем всех желающих в возрасте до 40 лет прислать свое резюме, а также 4 фотографии или видеоролик на нашу почту nvk-telecompany-sobacamail.ru с пометкой «Новогоднее шоу». Торопитесь заявить о себе. И о погоде на субботу, 10 октября. Завтра в Новоуральске будет пасмурно, пройдет снег. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью – минус 4, а днем – плюс 1. Атмосферное давление – 729 миллиметров штукного столба. Влажность воздуха – 86%. Далее в эфире Новоуральской вещательной компании как всегда по пятницам программу «Поздравляем». Спешите и поблагодарить или поздравить своих близких с важным событием. На этом информационный выпуск завершен. Только хороших вам новостей и отличных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин